Приветствую, дамы и господа, добро пожаловать на канал Archpanzer, где мы продолжаем играть в Age of Founders 4. Играю я уже по доброй или не очень доброй традиции после большого перерыва, и забегая вперед, наверное, в ближайшие две недели совсем будет большой перерыв, ввиду вынужденного, так сказать, моего отъезда на небольшое время. Ну да ладно, постараюсь хоть немножечко чего-то предзаписать, чтобы совсем без видео вас не оставить. Вспоминаем, на чем мы здесь с вами закончили. Напоминаю, что карта это такая полусюжетная, на которой вот эти два товарища воюют, Дарман и Скоган. Кроме того, здесь у нас есть парочка подземных наших недругов, это Ноктус и Сангвина. Ну плюс еще Хим, Хэм, простите, Бингер нарисовался, который воюет, кстати, с Оскоганом. Оскоган воюет как раз с Хэмом, ну и с братишкой своим. Так, играем мы, как это ни странно, за драконов. За драконов вроде как порядка, но получается уже не особо порядка, а природы. Потому что за порядок хочется сыграть полноценно, а драконы как-то не очень вписываются, потому что они такие свои правила игры навязывают, куда порядок не очень вписывается. Так, что по героям? Это, соответственно, наш основной герой, и есть несколько отрядов у нас коростепенных. Во-первых, это талия утонченная, а во-вторых, где-то здесь, да, был еще у нас люцер-скиталец, который, как это ни странно, скитается. Так, воссались можно, точнее, не воссались, а присоединиться, но этого делать мы, естественно, не будем. Пускай здесь бегают, суету наводят. Я бы здесь вот еще один город воткнул, сделал его тоже потом вассалом. Ну, для этого нам нужно лимит городов увеличить, а я пока что все это дело потратил, все наше влияние. Ну, да, зато прокачка у нас вроде как неплохая. И напокупал я в прошлой серии, соответственно, территорий, благодаря которым Сиракур стал прям, ну, совсем интересным городом. Плюсы и пруд покоя нам добавился, в общем, все здорово. Кстати, да, у нас эликсерки космических потоков, каждое улучшение на мане дает еще бонусы. Допустим, вот здесь каменоломня, нет, каменоломня, ферма. Видите, дает и науку, и ману. Благодаря вот этому источнику маны. В общем, все здорово. Так, здесь вот орки ходят, они здесь свой форпост воткнули, что-то продолжают там строить. Негодяи. Ну, ладно, пускай строят. Наш основной отряд. Здесь вот еще территория интересная, здесь плюс есть и астральный разлом, из которого всякая нищая слезет, и чумное дерево здесь есть. А здесь мировое древо, вот это прикол. Два золотых источника бонуса, исполняют функции лесопилки, дает кучу ресурсов, две маны и два знания за каждую лесопилку. Во время сбора сеньоров открывает доступ к опутанному рабу, опутанному защитнику и опутанной погибели. У 4 ранг, ничего себе. Это очень здорово. А мировое древо что дает? Попутанный раб, попутанный защитник, опутанная погибель. То же самое, кстати. Дает то же самое. Но, по всей видимости, просто предыстория. Другая. Так, 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 так. Тут, на самом деле, тоже интересно. Очень богатые регионы, на самом деле, прям безумно богатые. Все хочется захватить, но все захватить, естественно, не получится. Я, наверное, сейчас предлагаю все-таки подкопить на еще один город. 200 авторитета нам для этого надо. И, ну, первым делом, конечно, вот здесь вот хочу воткнуть, а вторым делом, наверное, вот здесь вот хочу город. Очень уж он интересно смотрится. Можно, конечно, сейчас сюда Аураподиса отправить. Но Аураподис и здесь может позачищать. В принципе, на этих всех точках есть ресурсы. Но не слишком ли это мелковато для мистера Аураподиса? Да, вот тебе и он. Так, а что у нас по армиям? Здесь, кстати, набор у нас. Слушайте, можем кого-нибудь прикупить. Можем прикупить. Так, вот они, наша армия. Так, ну здесь полноценный отряд, полноценный, полноценный. Куча разведчиков на авторазведке. Виверны, кстати, бонусы нам дают. Этого тоже не стоит забывать. Здесь паучок достраивается. Здесь... Да, здесь я кожу листву запустил. Тут у нас, конечно, дизмораль страшенная. Это из-за того, что мы... Кем мы сейчас стали вообще? Возвышенные ящеры. Вот, знак выдра. Пусть два к превершенности природе, но стабильность у нас падает, если нет дружеского животного во владении города. Соответственно, у меня в Сиракуре нет. Влащение рассвета. Ну, здесь сейчас паучок появится. В золотой башне есть. Здесь есть. Ну, я думаю, сейчас паучка мы просто в Сиракур переведем, а влащение рассвета нового паучка наймем. Вот это все защищать, конечно, другим бы отрядом, но... Сами видите, здесь тоже вкуснота какая. Причем эта вкуснота такая относительно сложная. Здесь по 740 силы. Отряд у нас, соответственно, здесь не очень крепенький. Здесь 835. Этих ребят дожидаться во сколько ходов? А, они, в принципе, могут здесь, через горы пройти. Слушайте, а давайте я правда так и сделаю. Я вот этот отряд отправлял сюда, через горы. Через некоторое время они здесь придут. Как раз они по дороге прокачаются. И мы все вот это здесь зачистим, если орки к этому моменту не успеют здесь все расчистить. Этими отрядами, соответственно, здесь зачистим. И пойдем потом сюда. Здесь, кстати, святые кто-то летает. Ух, ничего себе. Святые наездники. Это интересно. А, соответственно, нашего ауроподиса я тогда сейчас чистой совестью отправляю в экспедицию к чумному древу. Только, знаете как, аккуратненько. Не совсем с чистым сердцем, потому что пускай они на своей территории постоят, полечатся. Так, здесь, куда мы будем двигаться? Ну, я думаю, что вот это все надо дочистить и присоединить к люцерне. Потом, возможно, вот этим заняться. Да, поэтому лучше заходим на нашу территорию. Кстати, можно и присоединить вот этого дракончика сейчас. Он все равно же будет на наших территориях. Хотя нет, не будет он на наших территориях. Я потом про него забуду, выведу и дизмораль славлю в городе. Ладно. Семь минут прошло. Почти пора завершать первый наш, так сказать, ход разговорный. Ну ладно, дальше быстрее пойдет. А здесь, знаете, еще чем нужно будет мне заняться? Мне нужно будет заняться немножко микроменеджментом с точки зрения вот постройки вот этих всяких зданий. Они приносят кучу бонусов. И надо очень как-то грамотно все это дело здесь расставить. Так, новый навык. Все городов, ваши империи, наверное, получают плюс одного населения. Очень круто. После успешного присоединения провинции к вашей армии присоединяется воин животного. Ой, как вкусно. Но мне город нужен. Опачки, а откуда они взялись? Это вот эти ребята. Я на самом деле думал, что они под землю ушли, но они под землю не ушли. Хотя, может быть, они из-под земли вылезли. Они по этой дороге, что ли, здесь как-то прошли? Это интересно. Так, влащение рассвета Таверна достроилась. Ну, а сейчас прям посмотрим. Так, за каждую исследовательскую станцию. Здесь, по-моему, вообще нет исследовательских станций. Да. Травник за каждую провинцию с лесами или болотами по соседству в пределах городских владений. То есть, если мы это будем куда-то втыкать вот сюда, то они только вот за эти леса. Если, опять же таки, площади рассвета это все присоединю. А священный лука чего дают? За каждый портал по соседству. А вот, кстати, вот за каждый портал можно будет вот сюда воткнуть ферму. Портала все равно у меня здесь много не будет. Ну, их физически может много быть, потому что нет. Ну, хотя вот здесь есть интересный район мана-мана, где-нибудь рядом можно воткнуть, и будет два портала. Плюс много морали будет. Ну, ладно, на самом деле священная луга интереснее всех смотрятся, но они дольше всех строятся. Плюс 5 к стабильности мы получим. Здесь стабильность 0. Ну, знак выдры спадает немножечко. А, нет, не спадает, он как раз появился. Да, в принципе, священная луга нормальная. Плюс 10 к пищу я буду получать. Сейчас эта ферма мне дает... Интересно, хорошая почва приплюсуется, то есть здесь показано с вот этим бонусом от хорошей почвы или нет? Ну, ладно, я хочу священная луга, я хочу их вот сюда, получается, да? Текущий доход. А, ну да, нет, точнее, нет, не показывается. Видите, 15 погрозит прогнозируемый доход. И еще и дебаф пропадет. Минус 5, а будет плюс 5. Слушайте, вообще красота. Получается, плюс 10 морали будет в городе. Все, строим. То есть ферма сама по себе минус 5 дает, а здесь, получается, это минус пропадет, а плюс 5 появится. То есть плюс 10 будет морали. И это хорошо. Еще у меня один паучок здесь нужен. Паучок, паучок, паучок. Ну да, кстати, паучки только перерватировали строится. Ну, ладно. Давайте еще одного вампира построим. А этого паучка мы переведем в сиракур. Оп. Чтобы сиракур тоже... Хотите, здесь даже с минусом. А, ну сейчас минус-то пропал, потому что... Ох, ничего себе. Смотрите, какая красота здесь на нас идет. А минус пропал, потому что были звери. Что ж ты как отстраиваешь? Здесь стены построил. Город, что ли, хочешь превратить? Негодяй. Так, еще, кстати, два солдата у меня здесь есть. Но тут неприятно. Прямо 790. Прямо впритык силы. Конечно, два героя у нас здесь. Но тут дракон чертов и пожиратель хаоса неприятный. Это сильный, ребята. Так, здесь это я, кажется, строю форпост, чтобы шелковый лабиринт занять. Давай потихонечку через горы. Так, 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 так. Очки набора 6 из 9. Можно, в принципе, еще ребят попробовать нанять троих. Это, как ни крути, нам добавит мощи. Насчет астрального хранителя я сомневаюсь. Он мне не очень нравится. Ну, конечно, летающий. Блин, он летающий. Его можно будет куда-нибудь сюда добавить, вот в этот отряд, чтобы разнообразить. У ползуна убрать, а, соответственно, его добавить. Тогда, конечно, отряд это гораздо динамичнее станет. Сейчас ползун нас тормозит. Хотя не особо тормозит, смотрите. Здесь у нас вивешный получается, сейчас мелкие затормозили. Да, потому что у них движение 32, а у ползуна аж 40. Ну, да, 40. Тем более здесь по дороге он дебаф не получил. Так, а я себе сейчас еще не могу их позволить, они по 75 стоят. Ну, ладно, подождем тогда немножечко. Здесь бог с ними пускать так. Тут убийцы магов, астральные огоньки, парящие змеи неприятные. Мы, в принципе, готовы к этой драке. Ну, давайте подеремся. Для разминки вручную сходим. Ну, заодно, получается, там и захватим это дерево проклятое и гнездо уничтожим. Потому что вот такая дрянь, если ее... Хотя, с одной стороны, когда такая дрянь спавнится, это хорошо. Это же все опыт, как ни крути. Но лучше пускай не спавнится. Блин, кошмары. Ну, скачущий зверь, да? Он же кошмар. Давай. На кого-нибудь поддействовал, обездвижен или нет? Ни на кого? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Собачки спиной встали. Нет? Подождитесь, собачки. Не пострелять неким собачкам. Ну, давайте посмотрим, кто здесь. Мучительные страдания. Так, это повредит цели. Боевой дух минус 3. Матриарх пауков-вампиров, кстати, у нас появился. Можно, кстати, личинку ца. Оп. Отлично. Мелкие паучары появились. Еще мясо получается. Вообще красота. В ответ 28, конечно, не особо красиво. Ну, ладно. Очень неприятные вот эти товарищи. Очень неприятные. Мы можем, конечно. Мы, получается, сейчас подставим паучков вот этих сяких. Они достаточно слабенькие. Скорее всего, вся атака-то в них полетит. Любят добивать эти негодяи. Несильные отряды. липучков вообще можно как-нибудь вот так вот отправить. Давайте я вот так сделаю. Вполне возможно, что они отвлекутся на них. Так, так, описали я пока вот так. Немножечко в обход. Виверна. Блин, виверна, если сюда выводить, она прям подставится жестко. Давайте, наверное, пока в защиту поставлю. Ай, зараза. Ну, все решили виверну, обалдеть. Так, нет, эти в нежить. Нежить. Ладно, нежить все впитало. Окей. Тогда сможешь захавать? 90% что ваншот. Отлично. Это ваншот. Голючая сеть. Кровотечение, кстати, вешает. Давай. Ни на кого не подействовало кровотечение. Это неприятно немножко. А что с собаками делать? Ответ на удар, у них достаточно слабенький здесь будет. Потому что они с разбега любят открывать. А здесь никого разбега нет. Ладно. значит, ай-яй-яй-яй-яй. Как неудачно отпрыгнули. Как же они неудачно отпрыгнули. так, паучары. Давай сюда. Еще и оглушились. Ну, вообще здорово. И пауки оглушились. Ай-яй-яй-яй. Так, а ты можешь кого-нибудь сморозить? Не можешь. Иммунитет у них всех заморозки. А то сможет, черт возьми, не сможешь. пожирание разума безумия может накинуть. Ну, я вообще надеюсь, что это все в наших мелких пауков полетит. Давай сюда. Мелких пауков. В герое решили. Ну, ладно. Собачку. Ну, собачка, она воскреснет, если что. То есть, тут не страшно, в принципе. Блин, все еще оглушенные. Это неприятно. здесь, получается, доели. здесь получается укрейти. Забываю постоянно, что у них это укрытие, чертва. Блин, а с тобой что делать? Собачка, конечно, не умрет. за счет своего перка. но все равно неприятно. Не, точнее, она умрет, но она воскреснет. это ладно. Ладно. это грызли до собачка вернулась и от здорово здорово прав ног потеряли тем временем учок у нас уже элитный плюс к урону получил я наверное не буду хотя вот прям пару шагов назад но так много времени потеряем на этом не я не буду ждать давайте будем вперед выдвигаться много времени потеряем на ожидании вот с вами теперь что делать блин очень мощный парни стоя пожиратель хаоса дракон василит конечно мы близкие но как дракона убивать этот вопрос у талии в принципе призыв есть да у тебя же есть призыв помните что такое брал да вот он призыв зверя у тебя ничего такого нет ли есть а нет у него призыв элементарий есть то есть чисто теоретически на три хода дракона мы немножко чем-то завяжем плюс какая-никакая магия у нас будет живая тюрьма на которую противника агрицы очень любят ладно давайте попробуем далее конечно сильно покоцанная что поделать допустим они даже немножко нас превосходят он просто ради интереса авто битва копье полугим потеряли ладно давайте попробуем сыграть лучшим компьютер чуть-чуть получше попробуем мокрой кожи там по воде что прибежали так слушать им но это понятно это просто элементарий они принципе ничего страшно сделать не могут ну то его этих смещений неприятное жиратель хаоса магический негодяй и поглотить хаос лишаются все соседи вражеские войны лишаются всех негативных эффектов получать у нас урон случайные стихии за каждый снят эффекты хилиться то есть его сильно близко подпускать нельзя так вас давать мы все-таки немножко скучку им так напомни дракон а ты чё умеешь меж пить хвостом умеешь огненное дыхание делать по конусу мишка рукопашный делать так магов наверное как и полудни черт возьмите маги вот же маги плане что магов можно подальше отвести плохо конечно что у нас лучшенького здесь нет так что такое чтобы снаряд кстати далеко бьет братское пробуждение захилить и сейчас надо будет нагремлены стрелять ведь умеют позади тебя цель получает урон разворачивается на 180 градусов прикольно так дракон принципе еще не долетает почему другу такой медленный 32 перемещения он же летает чем он пролететь не может местность какая-то не такая да нет обычно вроде местность ладно раз дракона аура ужаса и огненная аура блин еще и гадяй может конечно тюрьму им туда запустить он давать оберег звездные клинки да я наверное на следующий ход призову ребят мы смысле так ченочку да надеюсь вы этого не слышите что там соседи затеяли недоброе лак ладно пока ждем здесь не забываем что у них еще и лечение есть пробуждающая что не может не радовать лад алименталь я тоже подожду копейщики как-нибудь сюда что встанете чтобы с фланга нас особо не обходили так что будете делать негодяя дом по конусу и больно ну больно но не особо мокрая кожа кстати еще здесь можно водичку он забегать креплены препятствия ему могут уредить только в может он интересно воду забежать я потухну ну должен бы да вода а замедление ну ладно видимо на дракошку то что подействовало нехорошие так теперь давайте смотреть что делать во первых братское пробуждение ну давай на этих пацанов им защиты немножко накинет и пошел голем здрасте это наверное чуть ли не единственный голем тире дух который дальнобойный которого нельзя оставить впритык и именно он и появилась замечательно кстати можно попробовать подойти оглушить этих пацанов так здесь давайте тоже пробуждаемся все пробуждаемся так героиню подлечим и тоже пускай пробудиться кстати пацанов тоже можно подлечить окладайтесь тоже голем пошел голем кстати сторонам ладно давай дракошку немножечко завяжем ближним боем ответный удар кстати отменили можно немножко отскочить пока не сейчас разлетятся все в разные стороны так ладно оглушились больно 42 в лупит мне как ладно отойдите попробую мелкий зарубить много конечно не рукопашников проблема не то что даже проблема а как ни крути я придется влетать ближний бой смах хвостом ну я надеюсь что он постоит побьет нашего духа так вы давайте снимайте горение в защиту и на дух за одну защиту малый дух магма это чисто стрелок это товарищ ложь кстати стрелок слушайте давайте еще что подлечет этот отряд хотя нет нет не подлечу я так сделаем любят они агриться на эти кустики это немножко их отвлечем ладно вы тоже идете через воду чтоб поменьше от огня прилетала вам типа наступаем а я в кого пойдет подождите он обездвижился что кажется без движения словил нет негодяй всех съел хвостик ударил ладно я увидел на ком до работали кустики обездвижение дракошка словил это прекрасно солдатики наш конечно очень медленно и ну что поделать 19 ладно давай так стукнем я специально сюда поставил чтобы в траве остаться есть тоже кстати будет трава у вас здоровье 23 не убьются на ударом и от печально может конечно еще коем заклинание бахнуть чтобы они сильнее стали целебные корни на них накинул да у них еще звездные клинки появились обалдеть уже даже не помещается я в том плане мы сейчас их стукнем и они же улетят отсюда смотрите хватило одного удара так у него все на перезарядки будет обычный обычным ударом бить это нормально надеетесь долго конечно мы будем ковырять очень долго разворачиваемся и разворачиваемся ладно вроде особо больно бьют так у нас просветленный пробужденный точнее пробужденный стреляй еще и отравление повесили прекрасно не хочется конечно героиню подставлять под этот удар давайте наверно с драконом сначала будем разбираться на 23 ударим в ответ конечно много получим и есть риск что он не по элементаре будет быть а по драковой по дракон господи роине хотя у нее много здоровья такого временного поэтому может быть и не страшно еще и в ответ его нормально садонем если он на нас все-таки решит бы ковать нет он все-таки духа решил убивать прекрасно да все равно сейчас нас покинет время жизни заканчивается у него и хорошо что настолько ударов питал ну вообще красота он еще и выстрела гремлина впитал совсем супер так ты чё будешь делать будет стрелять трава спасла это хорошо а дракон от отравления умер вот этот номер четенько 5 хп с его съела и он нас покинул а я даже по духу потому что гремлина сейчас отпрыгнут давайте духов добью отлично отлично ладно размотали я бы не сказал что тяжело было такая зря наш тогда покажу а хотя не все 30 процент шанс сильно все-таки этот парень хотя копеечки у просто изничтожают да мы его добили ну отлично сложный бой слова вы выиграли никто не повысился а я ей ладно слушайте я прям уверовал свои силы после такого смысле в силы вот этого отряда пусть и вот эти вот по 740 нам получается вообще тогда не проблема давайте мы пойдем их разносить вот еще пару ребят к нам присоединиться на конечно эти регионы надо занимать вот этот прям перешейк чтобы здесь дорога у нас построилась потому что сейчас как не очень хорошо все получается все конец хода место подождите по жителям через три хода через семь ходов через восемь ходов да вот это на самом деле наверное где есть жители стоит подгадать уже когда больше жителей будет потому что чем меньше жители тем проще они набираются и чем больше жителей тем тяжелее уже каждый следующий дается поэтому сильно рано брать смысла нет этот перк надеюсь вы не слышали стук ложки я люблю чай пить с ложкой ничего не могу свой поделать без ложки вот-вот вообще не то а с ложечкой как бы прямо хорошо ох ты ничего ся ведь не трал такой стоит красивый до ней трал for post мне сейчас дурацкая идея муж тоже здесь не трал поставить ладно пускай стоит пока получено сообщение чете надо сейчас размышляю союника и мне приятно что вы принадлежаете к первым чем союзники мы с ним радужный клей равнинар не нужен из предмет у тебя интересная виверна молот гномов щит холота принципе ничего интересного подарок за 100 золота да не дружище у нас с тобой так максимально отношения же правильно понимаю я хотя 600 может еще немножко улучшить но не буду я пока этим заниматься не хочу максимально сближаться ни с кем из братьев пока на такой нейтралитет пока соблюдаем так все паучара и теперь живешь сиракуре а уж здесь минус пошел зверюшки вышли с территории и сиракур сразу все он здесь башню и стены построил ну ладно урпост лагерь рабочих можно чтобы еще одну точку захватить вот так что ли сделать а шелковый габиринт нужен до лагерь рабочих нужен чтобы шелковый габиринт занять так академия кстати построилась это прекрасно давайте смотреть я вообще вот что-то такое что-то типа гильдии хочу сделать столько столицы наверное я хочу гильдию на пищу сделать чтобы это сделать мне что нужно нет ни каменщик нет зал приемов наверное да зал приемов и 3 лесопилки надо чтобы ускориться болен и 7 ходу будем строить одно лесопилки не хватает представляете можно конечно вы купить 168 так ладно а производство что мне будет давать каменщик не дает производство лан тогда каменщик пока втыкаю чтобы покруче город строил так люцерн что люцерн какой совсем у меня город не 62 пищи всего бонусов каких-то нет я здесь погнался за всякими вот этими порталами слишком как-то распылился и в итоге плохо развиваюсь обелиск маны можно хотя с точки зрения мана здесь меня все в порядке будет поэтому можно в ману идти да давайте так и сделаем здесь паучок строится прекрасно здесь отряд идет отряд идет надо как-то аккуратненько высота какая ходит обалдеть вот это отряд блин отрезку все здоровье 160 здоровья я конечно сильнее но у меня сила вообще нет кожи листва через два хода а здесь сколько отряд 1150 ладно ходы все равно закончились форпост основать здесь принципе форпост даже наверх неплохой темы будет если сюда воткну если конечно я сюда воткну получается смогу раздеваться только в одну сторону то есть в идеале где-нибудь здесь вообще поставить чтобы чумной дерево и мировой древо занять ну да ладно все равно сейчас этим планом не суждено исполнится поэтому смысл их обсуждать так вы продолжаете бежать у вас лидин ой 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 да что ж так вышел вкуснотат какая ладно это вкусноту этим отрядом не взять тут надо как минимум вот этих ребят драконов не этих мини риверн надо дракончиков превратить тогда возможно быть может быть что-то и получится так здесь на что разведчик стоит с авторазведкой товарищ ходит отряда в принципе целые и тут у нас под тысячу силы и вот такие вот парни стоят мы наверное в них тоже сейчас можем лететь хочу я в них летать а на самом деле хочу это радужный клевер у нас есть радужный клевер по-моему нет нет есть уже один радужный клевер ну кому-нибудь продать сможем и просто к люцерне присоединить это будет на самом деле здорово здесь еды при 10 радости ну что ничего здесь меня не особо радуются так и горд потихонечку нас наклевывается но я думаю что в следующей серии сможем уже здесь вот штурмануть и поставить нейтральный город для себя на перспективу надеюсь получается просто влетаем да соответственно это вообще не знаю как его зовут целос у нас будет агрить 998 на 740 чары для битвы воодушевление и удачу получают ну нет здесь опять же вручную сыграем слишком неприятные типы для автобоя ну что неприятные с такими хочется вручную сражаться все-таки интересные бои тем более они с бонусами и в этих отрядах мне им чудовищно стрелков не хватает с другой стороны опять что-то интересно то я вечно наберусь а кучу стрелков играем и здесь вот попробую пехотой разыграть это по-своему тоже круто это давайте так попробуем хотя нет есть у нас один стрелок герои причем стреляет неплохо плюс маги хотя нет маги бестолковой с точки зрения стрельбы слабенькие они удача воодушевления так а сейчас вот уже они как-то интересно встали можно даже хоть братское пробуждение начать делать так а у тебя просто пробуждение на себя значит накинь так и вы получается тоже пробуждаете так и ты пробуждаешь вот этих ребят супер так щит света напомните что он делает а круче защит становится от здорово так наверное выстрел 1 будет хотя ладно давай сначала элементаря дожди ты звери черт возьми она зверя призывает толчок неплохой толчок же еще и рукопашник да он рукопашник можно прямо так впритык подойти до толчок ему сделать а он только вокруг себя толкает значит еще поближе все равно по троим обездвижность зато может накинуть одного только у ю ю ю ю я гремлины как хорошо подлетели как хорошо подлетели гремлины вот сейчас вопрос звери призывать или просто как сумасшедшие влететь в них смотрите урон то какой здесь ну слушайте а я буду влетать мы их очень больно бьем уж у нас у второго тира прям урон такой приятный раскачался несмотря на то что это защитники которые вроде как урон немного наносят их основная защита ой точнее их основной основная цель их это защищаться но благодаря вот этим всяким бонусом нашим нормально не так разносит яда им добавили ответственно просветление накинули плюс бонус урон кажется от героя здесь у меня бонус есть на урон да отлично получается одни гремлинов съели эти гремлинов дух прижал здесь можно тоже влететь но эти пацаны будут по нам стрелять это не очень приятно будет что поделать легкий урон возьми я копейщиков постоянно с магами путаю не в том же палки светятся сейчас такое ощущение что что-то это магическое ох 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 ладно давайте сюда пока защиту а получается сам себе дорогу перекрыл ну ладно ох единорожки единорожки с телепортации кстати давай и на 25 спину бабах но красота же такая даже магию не пожалею вот эти на них корешки накинем все и пускай разбираются корни на самом деле очень сильно заклинание противник очень любит на них ходы тратить плюс иногда и замедление действует давите просто он все силы кинул на то чтобы корни убить песня вся армия вражеская по сути целых вот нейтрализованной было от 39 можно влететь хотя сначала духом немножечко единороги можно пешки духов добить эти не давайте вот солдатиками добьем здесь тоже наверное какими солдатиками добить 50 урона опалдеть вот это урон так в защиту на всех киньте вы можно гремлинов а так поджоп ником выдать чтобы они говорится немножко ускорились надеюсь неприятно хотя точность маленькая но бьют больно ладно как нибудь сюда жрецы солнца как мы сюда если что подлечь вот главное чтобы сами жрецов солнце не убила тогда они уже явно никого не подлечь так а мать в дар маги сможем выстрелить до мелкий даже убьем вообще красота и лучник даже выстрелить разок сможет давай в спину ему их отравление подействовало легендарный яд кстати убивший дракона прошлом бою так единороги ну отлично призванные существа просто mvp этой драки столько урона впитать еще нам постараться так это опять толчок атака телепорт телепорт мне не нужен уж два раза ударить давайте лучше два раза дарю идинороги без разбега конечно не так сильно лупят но что поделать невезение обидно я наверное вот так вот сделаю оставлю просвет для нашей героини чтобы она тут шарашила просто от души и добила и вся два урона так а стрелок 70 процент кстати хотя на всякий пробудем я не помню закончилась у него нет да или не смотреть поэтому просто стреляем не знаю как там сюда щиты повесь куда-нибудь сюда пробуги хил на на кого-нибудь кидать да не над на самом деле ромах еще и критами никогда бьет пол отряда сдул боевой дух плюс 5 вот мерзавец ладно кофе мы запыряли я вот радуюсь урону на наших вот этих первого второго тира бойцах но болен смотрите салят есть мне 4 тир был сколько бы они урон наносили так мы кстати кучу еды получили люцерна там как жителю не прибавилось и прибавилось так повышение ну повышаем значит повышаем повышаем но сначала посмотрим ну да я качал поддержку армии получается пастырь ну нет смысла нет у нее таких развивательных дулан тренировки сил у меня нету нету и а страш леса наверное за это был бонус хотя не знаю могу запутаться скоординированная так тренировка силы еще плюс 10 к урону еще сильнее будут купить вожак стая животные всадники нет ни того ни другого меткость плюс точность нету бы побуждение к действию давайте наш тренировку силы возьму так вот чтобы посильнее ребятки еще лупили сколько-то не еще с атаки 16 урона плюс забав в общем 20 ударить чего этих ребят защит поменьше но таки конечно гораздо больше в 14 так лата второй товарищ давай тебя качать теперь что брал ну тут орденый глаз надо брать орденый глаз мне обсуждается он у меня в атаку вкачан командир из него слабенький но стреляет он безумно сильно получается до 19 с повторением еще орлиный глаз вы еще и дамить будет больше но вообще красота на еще и лучше стрелять стал это замечательно так тут пацаны идут здесь 455 но это такой на закуску отрядец значит в следующей серии до чистим и пойдем на север новый город себе ставить ну ладно ребят тогда на этом моменте мы с вами заканчиваем всем спасибо кто посмотрел это видео если нам понравилось ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал это очень приятно и крайне полезно для развития канала еще раз всем большое спасибо и всем пока